так ребятушки привет если кто-то меня видит кто-то меня слышит запись тоже запущу я чуть чуть пораньше вышел в эфир потому что потому что в контакт опять что-то намудрил с этими самыми со своими со своими трансляциями и что перестраховаться на случай если что-то пойдет не так чтобы я успел как-то вывести трансляцию с телефона или куда-нибудь вас увести так пока вы подключаетесь ребята посмотрели ли вы наш выпуск первый выпуск нашего подкаста с комсомолкой друзья вот я вам ссылку кину в чат сохраните себе если еще не посмотрели там уже 100000 100000 просмотров к сегодняшнему дню за первую неделю понятно что это с ну с некого промо вот но тем не менее тем не менее нужна обратная связь ваша пишите комментарии пишите что нравится пишите что не нравится мне не очень нравится там звук уже со второго выпуска там другой звук другие микрофоны мы сняли уже четыре выпуска надеюсь что завтра выйдет 2 и на следующей неделе мы продолжаем продолжаем съемки там очень интересные гости вот так что посмотрите и если вы не подписались на сообщество подкаст называется дядя саша не молчи и не сложно запомнить название и соответственно там мы будем мы решили это выделить в отдельное в отдельное сообщество чтобы это там все было вот и там соответственно будет каждый вторник надеюсь будет появляться новый выпуск подкаста поэтому найдите время найдите эти полтора часа посмотрите потому что мне кажется что разговор получился достаточно интересный говорим мы о в гостях первый гость у нас маша жукова стилиста и она прям реально очень крутая и разговор вышел такой очень концептуальный то есть мы говорили не о рюшечках не о каких-то там бантиках или косичках да а каких-то таких масштабных и концептуальных вещах связанных с будущим стилем так вроде бы все видно вроде бы все слышно нормальный звук ребята напишите в чате нормально ли меня видно нормально ли меня слышно потому что трансляцию пришлось левой ногой через левой ногой через правое ухо запускать через зум можно было с телефона запустить трансляцию да все пишут что слышно видно потому что с телефона чуть-чуть подтормаживает там хороший лучше там лучше получается качество картинки звук лучше здесь вот через ум когда запускать а когда запускать я тяну время вы заметили да я у нас еще две минуты до начала я просто чтобы совсем не скучали просто болтаю языком вот и если запускать с телефона то он через какое-то время там где-то через час минут через 40 через 50 начинать чуть-чуть подтормаживает я понимаю что люди которые в прямом эфире сидят что их это подбешивает в записи потом все это нивелируется но мне сегодня мы как раз будем я буду вам задавать вопросы да то есть мне очень важно чтобы вы именно в прямом эфире смотрели и давали мне обратную связь отвечали на мои вопросы поэтому поэтому вот так сегодня причем еще в прошлый раз этого не было у этого самого вконтакта еще неделю назад мы нормально вели трансляцию сейчас сейчас вот так вот да мы уже второй выпуск мы записывали который завтра я надеюсь выйдет мы записывали с этим самым с шурами шуры офигенные а вы имеете ввиду что здесь звук здесь звук да вот звук у меня микрофон тулов очень хороший очень качественный микрофон вот а там мы записывали шурами микрофон и как у этого самого у джо рогана в подкасте да вот пишет у меня каждый раз на втором части запись просто зависает если с телефона из вк но сейчас должно быть нормально все так окей хорошо народ подключается потихонечку и 1200 все начинаю коллеги приветствую я александр молчанов и мы продолжаем наш онлайн-курс волшебный пендель деньги и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной смотрите ребят важное объявление и мне важно чтобы вы его восприняли правильно мы за начали я вам об этом несколько раз говорил и в самом начале когда запускал этот тренинг в сентябре да и в течение в течение года несколько раз напоминал о том что мы с вами в марте уйдем в автономное плавание мы с вами уйдем под воду у нас запускается раз в год я его провожу у нас запускается закрытый онлайн-курс под названием волшебный пендель деньги там это кульминация вот этого нашего года денег да то есть мы с вами идем по нарастающей и вот кульминация будет там туда я собрал все именно трансовые техники до которые я не очень хочу делать в прямом эфире и в прямом доступе там будет еженедельное занятие я всегда говорю что 4 за 4 занятий будет до 4 недели 4 занятия в конце недели на самом деле всегда делаю 6 всегда делаю больше чем обещаю поэтому сразу буду говорить что будет 6 начинает будет 8 значит занятие в начале 4 занятия по субботам они будут проходить в субботу в 12 часов дня по московскому времени записи естественно будет там подведение итогов недельная и новая новая недельная техника какая-то и новая тема ну и финальное занятие шестое на котором подведение итогов всего тренинга плюс там ежедневно каждое утро в 7 утра новый короткий они там типа две минуты три минуты короткие аудио уроки я их называю волшебные пендели вот каждое утро человек заходит 7 утра слушает урок и значит выполняет задание и в конце дня пишет отчет то есть понятно что да здесь мы с вами там не все ежедневные отчеты пишут да но по крайней мере там мы с вами раз в неделю пунктируем встречаемся вот там будет значит ежедневная работа и в субботу в субботу новый урок новая тема и я конечно хотел бы чтобы большинство из вас или все вы переместились туда на время тренинга вот и конечно этого я прекрасно понимаю да что какое-то количество из вас пойдет туда какое-то количество не пойдет и останется без 3 вот что будет с ними происходить я им дам задание на месяц на этот вот то есть для них тренинг тоже будет проходить да у них будет просто одно задание на месяц и для чего я это делаю и почему я это делаю в середине в середине нашего бесплатного тренинга вот сразу хочу сказать да ребята что чтобы вот у вас не не возникло такой мысли да и чтобы не не дай бог не начали писать что-нибудь а все молчал все с тобой ясно ты затеял бесплатный тренинг для того чтобы рекламировать себя а потом проведешь начинаешь нам продавать там что-то какие-то платные продукты и для этого ты все это и затеял но во первых нет во вторых цена которая поставлена на этот тренинг да у нас мастерская стоит 69 500 цена вот этого тренинга волшебный пендер 9 500 то есть это такая пофиг цена да то есть я исхожу из того что ну 9000 с половиной любой человек может заплатить если вы у вас например нет этих денег после того как вы 5 месяцев находитесь на вот этом годе денег значит но вы наверно чем-то не тем тут занимаетесь надо вам пойти куда-нибудь другое место вот в то же время это не запуск до чтобы вы понимали что запуски делают по-другому не делают запуск которым 6 не 6 месяцев у нас с вами сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль в марте только 3 до 6 месяцев прогрев и после этого запуск с чеком в 9 500 так не так дела не делаются то есть ну это если но если бы я ставил целью заработать да то это гораздо проще можно сделать да с одного вебинара можно продать или там с трех вебинара да то есть таких шестимесячных запусков не повторяйте то есть если вы хотите сделать запуск на котором заработать деньги плюс эти деньги но я их даже они даже не учитываются у меня в бюджете то есть такое что называется в джине на булавке сразу же она отправляется вот они даже нашим финпланом не учитываются вот поэтому вот есть такая штука соответственно для чего она делается она делается для от сева для того чтобы с этого курса с нашего года денег отсеялось какое-то количество людей которые не пойдут дальше то есть какое-то количество уже да там уже есть какой-то я неделю назад это запустил сейчас ссылка находится прямо у вас перед глазами проходите оплачиваете можете после урока зайти оплатить я не буду особо рекламировать это все да по эмоциям раскачивать я буду об этом просто упоминать те кто знает а те кто понимает что к чему да они придут и мне приятно очень видеть что уже там есть оплата от людей которые его проходили там три-четыре раза мне это очень приятно я понимаю что это скорее даже не может не за контентом люди не зовут не за обучением а такой kind of respect даже типа молчанов ну как бы ты делаешь дофига всего давай мы делать это десяточки спасибо скажем я это тоже принимаю мне это тоже приятно вот и задача сделать так чтобы какое-то количество людей с этого курса с этого года денег отсеялось по моим расчетам примерно половина помните я вам вначале говорил что будет отсев и будут разные приемы для того чтобы отсеивать людей и вот вот это мероприятие да она тоже для отсева вот чтобы какое-то количество из вас отсеялось и дальше мы продолжали соответственно без вас так пишут что виснет виснет трансляция послушаем прямом эфире обновите просто обновите попробуйте обновить а для чего столько раз это проходить что за упражнения там будут для чего нужно идти именно в такой формат на месяц ребят я не буду вам продавать зайдите по ссылке прочитайте то есть я не буду вот это да с возражениями работать или еще что-то вот это этого ничего не будет вот программу вам давая покажите мне программу покажите отзывы не ничего не буду то есть если я вам сказал что вот дальше мы идем туда если вы мне доверяете вы идете туда если не доверяете ну как бы вы идете леса вот почему потому что дальше будут темы сложные допишут что не виснет значит надо обновить просто у кого виснет темы будут сложные темы будут масштабные да мы будем говорить о масштабирование будет будем говорить о этом самом о инвестициях там и так далее так далее монетизации да там будут темы которые я бы не хотел да я буду давать вам какие-то задания и вы их будете выходить в социум и выполнять эти задания и я не хочу чтобы 2000 человек выполняли эти задания да потому что очень со стороны это очень забавно смотрится когда ты видишь как все начинают там делать одно и то же какое-то в соцсетях вот я хочу чтобы было небольшое количество людей осталось и проходила этот тренинг дальше да и вот это я надеюсь за месяц те люди которые не купили тренинг да они отвалятся и мы дальше из в п выйдем и дальше будем продолжать год денег естественно какое-то количество людей будет просто там сидеть и месяц ждать пока мы снова вернемся на поверхность ну окей но большинство что называется халявщиков отвалится и это прям это вот это и есть задача это то что я хочу тот результат который я хочу получить окей друзья идем дальше места ограниченную на вп ну я посмотрел сколько в прошлом году было обычно я беру там 100 человек на этот курс в прошлом году я сделал эксперимент 300 человек взял на на него и в общем 300 нормально комфортно то есть я думаю что я тоже поставлю до ограничение верхней там 300 человек вот опять же тоже для того чтобы каким-то образом да мы от все отсечку произвели да и чтоб понимали вот 300 человек идут с нами дальше до остальные отваливаются и как бы и до свидания вот потому что деньги это все-таки такая тема которую которые не должны 원래 когда мы да то есть вот есть какие-то вещи которые там всем надо знать есть какие то вещи которые не всем надо знать вот и нам надо отделить сейчас тех кому надо это знать от тех кому знать эти темы не надо вот такая задача я понимаю что это может быть прозвучит так ну отталкивающие но задача именно такая оттолкнуть потому что я хочу немножко другое качество обратной связи немножко другое качество ответов там и так далее так далее а у людей которые пройдут vp до будут другие вопросы другие темы их будут волновать да и мы сможем немножко и глубже копнуть и дальше поехать окей идем дальше друзья мои да и плюс значит ребят есть месяц дать 30 число есть месяц за месяц да даже если у вас например там нет сейчас этих денег до 10000 нет у меня нет рассрочки и не будет никогда да потому что в это я не играю да то есть если вы не в состоянии заработать 10000 опять же ну как бы значит не для вас это да мы идем дальше идем работаем с теми для кого это кто может решить эту проблему вот окей где можно по ссылке оплатить ссылка прямо у вас перед глазами в описании в описании видео да вот елена пишет иду на vp вчера заработал на него на днях оплачу участие да ну как бы я спокойно совершенно к этому отношусь до оплатите оплатите не оплатите ну кто-то другой оплатит вот с теми и будем работать вот я очень люблю vp раз в год я его провожу и всегда всегда с огромным удовольствием его делаю хорошо идем дальше все с этим закончили и ребят я обещаю вам что я буду упоминать об этом каждый раз просто напоминать но я не буду вам его продавать не буду втюхивать вот никакого как я вам говорил да то что чем мы с вами занимаемся это не паскудный инфобизнесовый марафон это не он вот и соответственно моя задача как бы чтобы те кому надо услышали и среагировали они не то чтобы все пришли как можно больше людей нет задачи чтобы как можно больше людей пришло 100 человек придет я окей с этим хотел сказать 50 человек придет тоже на 50 уже пришло больше 50 так что я с десятью человеками на самом деле готов работать окей идем дальше теперь друзья давайте мы с вами сделаем такую штуку мы начинаем потихоньку уже даут евгения пишет нашла кто смог в россии оплатить оплатила еду и еще один нюанс смотрите у меня такая стратегия она немножко такая sales resistance я сопротивляюсь продажам да то есть я не бегаю не впариваю не за кем в мастерской то же самое и сейчас там отрубили эти платежи из-за рубежа опять же есть возможности есть какие-то способы это все обходить я этого не делаю есть очень простой способ найдите кого-нибудь какого-нибудь хорошего человека в россии который за вас оплатит а вы потом с этим человеком рассчитаетесь и вот и все если у вас нет хорошего знакомого в россии который может заплатить за вас эту сумму небольшую то наверное ну может быть вы не тот человек опять же которого я хочу там видеть на этом тренинге тоже получается опять профи да у меня не будет там человека с которым у меня там может быть проблемы какие-то будут мы с вами следующие четыре занятия если четыре или пять занятий мы будем с вами говорить уже о конкретной подходить конкретной монетизации будем говорить о более каких-то конкретных вещах да не о психологических не фундаментальных а о продвижении о повышении узнавания да и так далее так далее создание авторитета и собственно да о том как каким образом через какие площадки мы продаем и так далее так далее да то есть чисто мы переходим конкретной практике монетизации но прежде чем мы начнем нам надо разобрать одну важную тему давайте я вам задам один вопрос и вы мне на него ответите в чате если вы будете смотреть этот выпуск в записи у меня просьба пишите ответы то есть отвечайте тоже на мои вопросы и пишите в комментариях ваши ответы почему потому что вы потом сможете посмотреть и сравнить да то что вы в начале вебинара как какие вы ответы писали какие ответы вы будете писать в конце вебинара и так вопрос напишите одним предложением да вот мы с вами знакомимся и вам нужно представить себя рассказать о себе вот мне конкретно вот я дядя саша да вот мы с знакомимся я сценарист и учу людей писать сценарий кто такой вы кто такая вы напишите одним предложением коротко кто такой кто такая вы давайте еще в чат кину ссылку потому что для меня удивление что люди там в инстаграме типа пишут а мы не можем а где этот самый где у вас на сайте информация тренинги а на сайте всего два материала это информация а в.п. и информация о тренинге технология бестселлер так сценарист и редактор киностудии ярослав предприниматель писатель авторы иронических и авто авантюрных детективов x но очень хорошо пишите пишите тоже видим притормаживать чутка так медиатренер я не все буду зачитывать вслух да потому что ну довольно много ответов но я читаю все так что вы можете быть уверены что если я не прочитал вслух я все равно все вижу все что вы написали так звук пропала кто-то пишет что звук пропал на сейчас я проверю пропал ли звуков или вы меня обманываете нет звук не пропал меня обманываете так звук норм так надежда мастер трансформационной игры про деньги нельзя хорошо налить и критики занимаюсь гисами коуч владелец чем у клуба магазин сантехники бывший преподаватель сейчас пытаюсь спасти магазин уже сразу драматургия есть в этом прикольно филолог надеюсь вернуться в профессию очень хорошо теперь мы с вами сейчас попробуем разобраться да собственно зачем мы это себя определяем и что мы с этим делаем вопрос друзья кому из вас нужна реклама вот как вы считаете вот если вы считаете что вам нужна реклама до рекламировать себя напишите плюс если вы считаете что вам не нужна реклама напишите минус в чате мы посмотрим плюс 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 inta имеется замечательный анекдот я его очень люблю а вот смотрите по есть два минуса а у они вот и нет есть минусы три минуса дэн кэннеди любят его рассказывать я тоже его очень люблю он значит проводил какое-то мероприятие и рассказывал о том, вот как раз рассказывал о том, что всем нужен маркетинг, всем нужна реклама. И он спросил, кому из вас не нужна реклама? И, значит, один мужик какой-то поднял руку. И он у него спросил, а чем вы занимаетесь? Он говорит, я директор или коммерческий директор Панамского канала. Да, то есть что такое Панамский канал? Да, это монополия. Да, то есть Светлана пишет, то есть кто не пойдет на ВП, тот не сможет продолжать год денег. Надеюсь, что да. Надеюсь, что тот, кто не пойдет на ВП, не будет продолжать год денег. У меня такая задача, сделать так, чтобы максимально оттолкнуть от года денег всех тех людей, кто не пойдет на ВП. То есть, ну я вас там по голове бить, конечно, не буду, да, но буду всячески отталкивать и препятствовать вашему продолжению участия в тренинге. Пока думаю, может быть вообще дальше у нас год денег просто полностью перейдет в закрытый режим. Есть и такой вариант. я тоже его обдумываю. Почему? Потому что те темы, которые идут дальше у нас, да, я не очень хочу их делать в... Ну, как бы... Я прям совсем-то не хочу их прятать от людей. Да, то есть у меня вообще был вариант такой... Ну, я разные варианты продумываю, да, то есть тренинг рождается в процессе. И у меня есть там разные варианты программы, да, например, был вариант такой приглашать экспертов и с ними беседовать на разные темы. Ну, я... Он пока все еще на столе, но скорее всего все-таки нет. Скорее всего я все-таки буду все вести дальше. Вот. Ну, еще раз, вы понимаете, тренинг живой. И он меняется, да. И какие-то вещи... Я вот чувствую, что вот это сейчас правильно, да. То есть изначально я планировал так. А сейчас я чувствую, что надо по-другому делать. И я прямо в процессе меняю. Прямо в процессе докручиваю. Как в мастерской то же самое, да. То есть у меня есть программа, но я ее постоянно докручиваю. То есть даже в процессе работы над тренингом, который я провожу уже там в одиннадцатый раз, я постоянно перед началом занятия там всегда перечитываю конспект и всегда что-нибудь в нем меняю. Поэтому вот как-то так. Да, так вот. Вам реклама не нужна в том случае, если вы монополист. То есть если у вас есть монополия на то, что вы продаете, то есть вы полностью контролируете доступ ко всем своим клиентам. Сколько бы их у вас не было. И в этом случае вам реклама не нужна. Вы и так своих клиентов контролируете. Зачем еще им что-то делать. Хорошо. В ВК видны комментарии в лентах. Ребята, мы это проехали давным-давно. Вы сейчас, то что вы пишете, мы это все обсуждали еще в сентябре. Все, мы это проехали. Все, кто хотел разобраться, как отключить вот эти комментарии, чтобы они в лентах не появляли, все уже это сделали. Так что, окей. Кто из вас, напишите в чате, не продает свои услуги? Вот если вы не продаете свои услуги, напишите. Я не продаю свои услуги. Зачем Газпром тратит деньги на рекламу и пиар? Хороший вопрос. Подумайте об этом. Вот есть люди, которые не продают свои услуги. А теперь, если вы не продаете свои услуги, задумайтесь, пожалуйста, а что вы продаете? Сформулируйте. Те, кто не продают свои услуги. Те, кто продают услуги, все понятно. Есть рынок, есть люди, с которыми вы взаимодействуете. Что вы продаете, если вы не продаете свои услуги? Может быть, вы продаете свой товар. Вы производите какой-то товар, и вы его людям продаете. Может быть, вы продаете свое время. То есть, вы работаете на работе, вы в этом случае продаете свое время. Может быть, вы сидите на пособии, например, и ничего никому не продаете. Может быть, вы при этом зависите, например, от какого... То есть, вы не зарабатываете вообще ничего, но ваш близкий человек, например, зарабатывает. И смотрите, вот есть такая штука, что даже если вы не продаете непосредственно ваши услуги, ваши деньги все равно откуда-то берутся. и вот там, откуда они берутся, если это не пассивный доход, условно говоря, у вас, например, счет в банке, вы получаете проценты и на них, на эти деньги живете. Даже в этом случае вам надо иметь какие-то взаимоотношения с банком, например, встречаться и взаимодействовать с ним. Иногда это, кстати говоря, довольно сложное взаимодействие. Как только у вас чуть больше денег возникает, у меня, например, я очень хорошо знаю директора филиала своего банка и мы постоянно взаимодействуем. Я понимаю, что от этого взаимодействия в числе прочего зависит количество денег у меня на счетах. То есть, могут быть проблемы, которые могут привести к большим убыткам или наоборот не привести к этим убыткам. И, соответственно, вы так или иначе перед вами оказывается человек, стоит вам присмотреться, с которым вы взаимодействуете. И, соответственно, ваша реклама должна быть прямо либо косвенно на этого человека направлена. То есть, вы должны создавать какое-то впечатление у этого человека. Даже если вам, условно говоря, муж зарабатывает и вы дома сидите, соответственно, вы должны у вашего мужа о себе создать какое-то представление, вкладывать в это какие-то усилия. Насколько понятна эта мысль? Или, если что-то непонятно, то задайте вопросы. Понимаете, да, что даже если вы непосредственно услуги рынку не продаете, все равно деньги, которые к вам приходят, если вы вообще трогаете деньги руками, если вас с ложечки не кора, если вы не монах, которого там это самое, который подаянием питается, да и в этом случае, да, тоже нужно с людьми взаимодействовать каким-то образом. Да, так или иначе, у вас один или несколько людей есть, которые, от которых, через которых к вам поток денег приходит. И вам с этими людьми надо каким-то образом взаимодействовать. Соответственно, вам нужна реклама. Да, то есть, я обозначил эту тему как реклама и пиар, да, но на самом деле мы будем этим, чтобы не путаться, да, мы понимаем, что пиар это не совсем то же самое реклама, маркетинг это не то же самое, что реклама, да, мы это все как бы в одну кучу сейчас сложим, да, потом мы будем постепенно разделять это все, потому что и продукт это элемент маркетинга, да, и реклама это всего лишь часть маркетинга, да, то есть, мы сейчас как бы в науку углубляться не будем, нам важно понять, как все работает. Так, ВП ориентирован только на зарабатывание для тех, кто нужно убрать блок вкладыванием траты денег, да, именно он, именно там, смотрите, это именно основа ВП, это трансовые техники, вот, и плюс там будут, конечно, задания, связанные именно с монетизацией, да, но все-таки я считаю, что основа ВП, это как раз-таки вот эти трансовые техники. Ну, у нас были люди, которые после ВП удваивали доход, то есть, представьте, тренинг стоимостью 9500, да, то есть, понятно, что я всегда даю больше ценности, чем, чем деньги, получаю, да, то есть, это, ну, это как правильная стратегия, да, в мастерской у нас за 70 тысяч рублей человек получает профессию, которая ему, там, ну, миллионы принесет в будущем, не всем, конечно, да, и ВП тоже самое, естественно, там, не все удваивают доходы, но, тем не менее, возможность такая, такую возможность дает. Хорошо, идем дальше. Давайте теперь поговорим с теми, кто работает на работе. Есть ли тут кто-нибудь из вас, кто работает на работе в найме? Я помню, кто-то там вначале писал, что вот я в найме работаю. Если кто-то работает в найме, напишите, поставьте плюсик в чате. Вот Ольга пишет. Да, работает в найме. Это нормально. Еще раз, я вас не осуждаю. Вы не думайте, что я сейчас начну вас там что-нибудь там издеваться над вами, типа, мы предприниматели. Нет, вообще речь не об этом. И мы об этом с вами в прошлый раз говорили, да, о том, что для каждого человека в своей нише более подходящая та или иная стратегия и на определенном этапе. Теперь вот я только вам задам вопрос. Скажите, что для вас является первым признаком того, что нужно искать новую работу? Вернее, нет, по-другому сформулирую. После какого события вы начинаете искать новую работу? Вот так сформулирую. Какое событие происходит в вашей жизни, после которого вы начинаете искать новую работу? Вот если вы работаете в найме? Правильный ответ существует. Нарушение договоренности в одностороннем порядке. Упадок зарплаты в два раза. Не устраивает старое. Так, очень хорошо. Серьезный конфликт с начальством. Новую работу начинаю искать после выгорания или после неприятных инцидентов, связанных с начальством. Или скучно, или начальство дуркует. Когда от работы уже тошнит. Обесценивание моих услуг. Работодатель воспринимает меня как должное. Не устраивает зарплата. Хорошо. Это все неправильные ответы. Обычно я все ваши ответы принимаю. В данном случае мне от вас нужен правильный ответ. Это все неправильные ответы. Снижение зарплаты, начальство, дети растут, сама устала, задержка выплаты, смена целей, появление некомфортных условий, падение дохода. Вот смотрите. Сейчас я вам скажу одну вещь, которая возможно когда-нибудь спасет вашу карьеру и уж точно я надеюсь очень важно чтобы вы сейчас с полным доверием отнеслись к тому что я вам сейчас скажу потому что это реально очень важно. Об этом многие говорят это не я придумал но это реально правильная штука. Я проработав в найме лет 20 наверное я совмещал какое-то время работу с сценаристом с работой в найме да и какое-то время я просто работал в найме и на самых от самых низших до самых топовых должностей. Смотрите мы начинаем работая в найме мы начинаем искать работу сразу же после того как начинаем работу на новом месте. То есть во-первых когда мы ищем работу и когда у нас уже есть какой-то вариант у нас всегда должен быть запасной вариант и когда мы работаем на работе мы начали работать первый день работы на новой работе трудовую книжку принесли может еще не принесли испытательный этот самый испытательный срок начался мы уже начинаем искать новую работу в это время и мы ее начинаем готовить себе эту новую работу потому что когда у вас нет работы когда вы увольняетесь например в это время искать работу уже поздно то есть когда вы увольняетесь а по-хорошему до того как вы увольняетесь вы делаете звонок и говорите ну что там в силе вот готов приступить через две недели и после этого вы увольняетесь то есть у вас все время должен быть запасной вариант а лучше два-три запасных варианта насколько понятна эта мысль или если что-то непонятно то задайте вопросы потому что даже если вы работаете на работе 20 лет в одном каком-то месте это не значит что вам непременно надо уходить но это значит что все 20 лет у вас должен быть какой-то запасной вариант и куда бы я не приходил на какое бы место я не приходил работать я тут же начинал фрилансить искать контакты нетворком заниматься и искать следующее место работы которое будет лучше карьера так и делается то есть вы внутри одной компании вы полностью вертикальную карьеру не сделайте так как я в свое время это понял когда работал в газете русский север в Вологде я был журналистом и моя мечта была быть заместителем главного редактора это была вершина карьеры потому что главным редактором был панцирь вечный несменяемый вот и у меня это никак не получалось да то есть внутри редакции я не мог сделать карьеру я ушел в другую газету газету хронометр там дорос до главного редактора очень быстро потому что новое издание турбулентность постоянно люди меняются да и очень быстро дорос потом оттуда вернулся с главного редактора отдельной газеты вернулся на место замок панцирь потому что да то есть вот именно эти переходы именно они помогают делать карьеру а самое главное они делают устойчивым человека да потому что если вы что-то происходит да такое стрёмное на работе а у вас нет никаких вариантов и вы вынуждены терпеть и вот для того чтобы вы куда-то могли прийти вот для этого нужна реклама то есть вас должны знать на вашем рынке то есть когда я был журналистом я вел довольно популярный блог в ЖЖ я был тысячником да я писал о журналистике и соответственно меня люди знали и когда я приходил куда-то устраиваться да они уже знали меня как там известного достаточно медиа менеджера вот какая связь с событием в жизни после которого нужно искать новую работу я не понял вы слушали то что я сейчас сказал вообще наталья да событие в жизни это устройство на работу вот вы устроились на работу это событие в жизни и после этого события вы сразу же начинаете искать следующую работу а для того чтобы эта следующая работа у вас была вы должны себя рекламировать вас должны знать то есть даже если вы не являетесь не знаю коучем психологом инфобизнесменом предпринимателем и так далее да который знает зачем ему нужна реклама даже если вы наемный сотрудник вам тоже нужна реклама для того чтобы вы да не от вас работодатель вас узнавал да вот вы пришли на собеседование с резюме в руке в руках да и вы начинаете чего-то говорить к вам один уровень доверия совершенно другой если кто-то другой про вас рассказывает о типа это крутой чувак это ваш авторитет и вашу ценность в глазах вашего будущего нанимателя будет гораздо да будет совсем другим хорошо и так вот кому не нужна реклама это монополистам никто из вас монополистами не является насколько я понимаю никто из вас не панамский канал теперь давайте смотрите давайте рассмотрим собственно какая бывает реклама и для того чтобы понимать какая она бывает давайте мы пройдемся немножко по истории рекламы да чтобы вы понимали именно механизм того как все это работает вот например да начинаются первые какие-то первые взаимоотношения товара денежные да может быть и товара товарные да какой-то вот поселение какое-то в лесу да и вот значит кто-то нарубил дрова да нарубил дрова и себе нарубил и вот нарубил в два раза больше да человек любит рубить дрова умеет это делать да и вот у него избыток дров возник и он думает ага хорошо а вот что мне с дровами то делать выкидывать что ли ну давай я их продам кому-то соседу он идет к соседу и говорит сосед тебе дрова нужны да говорит нужны окей давай хорошо а у тебя что есть а у меня вот жена мыло наварила да нам хватит и еще есть большой остаток вот давай ты мне дрова я тебе мыло да то есть вот есть товар есть покупатель сделка происходит от от человека к человеку информация распространяется по сарафанному радио да и дальше кому-то человек вот я слушаю того-то дров на мыло выменял этот классно слушай а у меня гвозди есть вот давай-ка я ему куплю у него дров и дам ему гвозди да дальше в этой сделке в этих сделках могут появляться например деньги да если там усложняются вот эти взаимоотношения да но начало экрана рекламы это сарафанное радио от человека к человеку дальше постепенно рынок становится масштабным появляются товары народного потребления да то есть появляются товары которые покупают все что это такое ну это керосин например да как стандарт ойл была компания которая продавала керосин да то есть это дешевое и относительно безопасные средства с помощью которого можно было освещать дом в то время в девятнадцатом веке и можно было на примусе например готовить еду не печку топить а на керосине на примусе этот самый кстати говоря примусы вот эти из булгакова там и так далее и так далее на них готовили еду почему это был аналог плитки потому что газа не было тогда страна была не газифицирована и электрических плиток не было вот все на примусах готовили да вот керосин мыло кондитерские изделия табак одежда да и дальше постепенно по мере роста рынка 19 век это ну такой взрывной рост рынка промышленный рост появляется огромное количество людей которые готовы покупать вот эти товары народного потребления и самое главное что появляется концепция такая что надо руководители предприятий начинают вкладывать деньги в своих рабочих для того чтобы запустить деньги в экономику это делал форд да который совершенно сознательно он был конечно антисоциалистом но по сути он был социалистом да то есть он вкладывал деньги в своих рабочих для чего для того чтобы они вкладывали деньги в экономику и запускали ее раскручивали маховик этой экономики да то есть появлялись там конфеты стали делать не только для богатых да ручками а стали в промышленных масштабах делать для всех да конфеты стали доступны всем одежда стала доступна всем там мыло духи парфюмерия шампуни и так далее это все стало доступно всем это 19 начало 20 века и соответственно появляется конкуренция и продавец в это время он рекламирует товар куда не попадя просто заливая рынок рекламы если вы читали замечательный был такой чувак агилви он прототип прототип героя сериала мэдмен и вот агилви говорил что половина моей рекламы не работает проблема в том что я не знаю какая именно половина моей рекламы не работает то есть он что делал он заливал заливал рекламы рынок да то есть это условно говоря кока-кола да когда ты стараешься достучаться вообще до каждого потребителя и понятно что такая такие масштабные вливания в рекламу они были доступны только крупным предприятиям и возникают такие большие монополии монстры вот и эти монстры друг с другом бодались и соответственно заказать рекламу мог позволить себе только очень-очень богатый человек очень богатая компания с товаром с товаром доступным широкому рынку на котором можно было поднять даже при невысокой маржинальности поскольку куча денег в рекламу можно было поднять хорошие деньги за счет объема вот это начало капитализма дальше реклама начинает развиваться очень быстро да то есть вот эти две стадии описанные мной это там первая стадия да сарафанное радио это вся история человечества до 19 века до масштабирование рынка 19 и там половина 20 века где-то годов до 60 но на самом деле уже в 20 годы появилась идея таргетированной рекламы что такое таргетированная реклама это реклама адресована конкретному человеку то есть мы не шарашим по рынку своей рекламы а мы вычисляем людей которые у нас покупают находим их и рекламируем им как это выглядело в доинтернетное время например человек вычисляет что его там условно говоря энциклопедии да товар например энциклопедии и он выясняет что большинство людей которые покупают эти энциклопедии подписаны на не знаю на readers дайджест на какой-то я от балды название говорю на такую-то такую-то газету например да вот большинство из них подписан за счет опросов да человек вот это выяснил или за счет своих наблюдений и дальше человек целенаправленно рекламирует свою энциклопедию именно в этой газете да то есть он не по всему рынку шарашит да не на стенах развешивает эти самые развешивает свою рекламу а четко в конкретного человека целиться и кстати говоря вот это мышление вот этих вот больших масштабных рекламных компаний оно очень часто до сих пор еще продолжает оставаться у маркетологов у нас на начальной стадии запуска мастерской когда я вообще ничего не понимал в рекламе мы наняли девочку которая работала маркетологом в кофейне какие-то она рекламировала вот и значит она нам составила маркетинговый план в котором в числе прочего была раздача флайеров и я такой смысле раздача флайеров ну вот сделать напечатать флайеры с рекламой нашей киношколы и раздавать их возле метро вот я спросил кто будет раздавать ты будешь раздавать нет конечно надо нанять кого-то да то есть я понимаете да то есть это лупить в широкую аудиторию этими флайерами с вероятностью попасть в человека который будет учиться в киношколе нулевой да то есть мне нужна целевая аудитория да мне не нужно нужно чтобы все знали про мою киношколу мне надо чтобы там сто человек знали все мне этого достаточно но задача найти именно эти сто человек вот то есть каким образом мы делаем вычисляем какие-то признаки у людей которые у вас уже купили находим этим людей этих людей например большинство этих людей подписано на такого-то человека большинство этих людей читают то смотрят такой-то такой-то youtube канал и еще что-то делают да и мы дальше целенаправленно там рекламируем размещаем и попадаем повышаем шансы попасть в собственную в нужную нам аудиторию они в белый свет как в копеечку вот это второй третий этап это таргетированная реклама дальше следующий этап это тоже еще не все мы еще только-только начинаем следующий этап это магнетический маркетинг это я не знаю честно говоря кто прям вот разработал эту концепцию я ее узнал от дэна кеннеди такой есть американский маркетолог классный и которые вот именно у него есть тренинг такой магнитик маркетинг где он вот эту концепцию излагает а то есть в которой вы притягиваете клиента примагните в эти да то есть вы не бегаете за клиентом находя его где-то там да то есть масштабный вы херачите из пушки по воробьям до таргетированно находите где он сидит и там старайтесь до него дотянуться магнически вы делаете какой-то магнит лид магнит который притягивает клиента клиент сам вылезает из-под своего камня подползает к вам и поднимает руку и говорит мне интересна эта тема да я прихожу на ваш бесплатный вебинар например да то есть мы выстраиваем воронку по которой ведем этого клиента то есть мы его приманива им чем-то условно говоря бесплатным тренингом дальше мы ему что-то продаем да например книгу потом продаем там недорогой трения потом продаем дорогой тренинг и вот таким образом естественно на каждом этапе какое-то количество людей И в конце концов мы производим монетизацию. Например, человек становится нашим фанатом. И дальше мы много лет душа в душу с ним взаимодействуем. Следующий этап – магнетик маркетинг. Мы притягиваем магнитом и дальше его монетизируем. Это тоже еще не все. Таких вещей вы много видели. И то, что у меня, это тоже можно сказать в каком-то смысле магнетик маркетинг. Хотя он неэффективный. У меня нет задачи создать именно эффективную воронку. У меня конверсия самая низкая по рынку. И у меня нет задачи эту конверсию повысить. То есть, инфобизнесмены, они все конверсией меряются. У меня такого нет. У меня задача, чтобы ко мне пришли те люди, с которыми мне будет хорошо. И, соответственно, я готов для этого просеять через свою воронку гораздо больше людей, чем это необходимо для того, чтобы собрать то самое небольшое количество людей, которое принесет мне нужное мне количество денег. Дальше. Следующее. Это маркетинг вовлечение. То есть, когда вы занимаетесь не рекламой, а пропагандой своего продукта. То есть, те люди, которые уже хотят писать сценарий, они уже знают про меня. Они уже знают про нашу мастерскую. И они уже приходят к нам непосредственно учиться в нашу мастерскую. Но мне интересны люди, которые пока еще сами про себя не знают, что они хотят писать сценарий. И вот эти люди для меня самые ценные. То есть, когда человек увидел, какая-то интересная движуха. Пришел на бесплатную, на самодисциплину, еще на что-то, на конференцию на нашу, видосы мои посмотрел, почитал страницы мои. И такой, интересно, прикольно. Ну, давай-ка я попробую. И дальше человек приходит и вдруг два года спустя обнаруживает себя в сценарной группе какого-нибудь крутого сериала. Вот такие случаи мне интересны, когда человек и сам про себя не подозревал, что он хочет быть сценаристом. Просто чувствовал, что что-то не нравится ему, то, чем он занимается. А чем хочется заниматься, непонятно. Попробую-ка я сценарий писать. О, оказывается, как раз то, что надо. Вот и дальше работает. Маркетинг, вовлечение. Ну, и, наконец, стори-теллинг. То есть, когда вы вовлекаетесь за счет истории. То есть, у кого сильнее история, о которой он рассказывает, тот и выигрывает. Опять же, если вы меня читаете, вы видите огромное количество историй, которые я рассказываю. Я их не выдумываю. Я просто рассказываю истории о том, что у нас происходит в жизни. А поскольку жизнь у меня достаточно прикольная, веселая и интересная, то и истории эти оказываются интересными. И они вовлекают людей. И даже то, что со стороны кажется, может быть, провалом, в итоге оборачивается прибылью. Например, история о том, как меня там жулик, маркетолог, нагрел на 2,5 миллиона рублей в прошлом году. В прошлом году она случилась. Нет, уже в позапрошлом. Значит, и просто даже рассказ об этой истории, да, он уже принес денег больше, чем эти 2,5 миллиона рублей. Хотя я ничего не присочинил про эту историю, ничего. Я просто честно ее рассказываю. Насколько это понятно? Вот эти виды этих самых... Виды... Так, Светлана Тачигина сейчас покинет наш вебинар. Сейчас я ее забаню. Светлана Тачигина. Удалить все комментарии и занести в черный список. Так, или есть... Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Так, пишут, что... Трансляция запускается сначала. Сейчас я проверю. Нет. Трансляция идет нормально. Хорошо. Идем дальше. Теперь, для чего нам нужна известность? Во-первых, это повышение доходов. То есть, если вы известны, то вы ценник можете ставить совершенно другой. Есть астрологи, которые делают консультацию за 300-500 рублей. А есть астролог, которая... Я не помню, как ее зовут. Вы, наверное, все знаете. Наверное, знаете ее. Которая делает... Участвует в программе «Давай поженимся». Да, у нее там средняя консультация. Вот когда я слышал про нее, да, это стоило там типа 100 тысяч рублей. Сейчас, наверное, еще больше. При том, что это, в общем-то, консультация, которая просто, да, программа делает. Она нажимает один раз на кнопку, распечатывается программа, да, и за это она берет 100 тысяч рублей. Почему? Потому что известно, да, есть Тамара Глоба. Мы с ней знакомы, кстати. Она мне в свое время предсказала, когда я еще жил в Вологду, она мне предсказала, что я перееду в Москву. Вот. Ну, видимо, на самом деле, видимо, настолько это было очевидно по мне. Вот. И понятно, что гороскоп от Тамары Глоба будет стоить гораздо больше, чем гороскоп от ноунейма какого-нибудь. Да, повышение доходов. Защищенность. То есть, если вы известны, да, то вы защищены от большого количества проблем. Да, даже если у вас с правоохранительными органами какие-то трения возникнут, да, если это не прям конкретное преступление, да, то, скорее всего, вам проще будет эти проблемы решить. Да, вам, по крайней мере, дадут шанс, дадут возможность решить проблему с наименьшими потерями. Дальше. Вы можете добраться до нужных людей. Да, то есть, опять же, я, конечно, мне известность зачем нужна? Мне известность нужна для того, чтобы я мог достучаться до любого человека. И понятно, что если я кому-то пишу, там, приглашаю к себе в подкаст или еще что-то, но мне чаще всего не отказывают. Потому что знают, что, ну, это какой-то известный чувак. Почему бы и не это самое. Да, плюс ваши идеи узнают больше людей. То есть, если вы что-то, в чем что-то хотите сообщить миру, если вы знаменитый, вас слушают. Если вы не знаменитый, вас, соответственно, не слушают. Но здесь есть нюанс. Нужно не путать известность и не путать авторитет. Да, то есть, можно быть известным человеком, но при этом не являться авторитетом для своей аудитории. Мы называем, с женой, с моей женой называем это эффект Джигурды. Да, вот есть такой человек, Джигурда. Он, кстати, очень хороший артист. Я видел его в фильме «Любить по-русски». И это очень хорошая работа. Прям реально очень хорошая. Актерская. Вот. Певец хороший. Голос у него замечательный. Но вот человеку, человек прям вот очень сильно вложился в свою известность, но не вложился в свой авторитет. Мы с ним как-то встречались на неком телевизионном шоу. И там тоже весело было достаточно. Он умеет, он умело ходит по этим шоу. Играет такого, этого самого, мачо такого. Вот. И он реально все знают Джигурду. Но при этом у него нет ни одного фаната. Да, то есть я не могу себе представить человека, который бы пошел, не знаю, на концерт Джигурды, например. Или купил бы его диск, заплатил бы деньги какие-то. Да, то есть известность у человека есть. Еще раз, при всем уважении. Но я его реально считаю очень талантливым, очень профессиональным человеком. Да, но для него, видимо, известность важнее, чем авторитет. Вот он, естественно, каким-то образом он эту известность монетизирует. Да, то есть, ну, платит ему, наверное, за то, что он по этим шоу ходит. Вот. Но, скажем, если бы он запустил какой-нибудь свой курс актерский, то на этот курс, скорее всего, никто бы не пришел. Кстати говоря, вот такая же похожая история у Ксении Собчак. Которую все знают, вся страна ее знает, 100%. Но вот она там пыталась свой курс какой-то запустить, и запуск провалился, никто не пришел. Потому что известность есть, авторитета нет. Вот. Поэтому известности недостаточны. То, чего мы добиваемся, это не просто известность. А это то, чтобы ваша аудитория, чтобы вы были авторитетом для вашей аудитории. Насколько это понятно? Разница между известностью и авторитетом? Или, если непонятно, то задайте вопросы. Астролог Василиса Володина. Да, спасибо. Можно не для продвинутых? Как принесла прибыль история для мошенника? Оставлю эту информацию за скобками. Ну, во-первых, после этой истории, там были еще ряд способов монетизации, но после этой истории у нас был невероятно успешный запуск курса. То есть, видимо, то, что я просто честно это рассказал, всю эту историю, да, это настолько подняло доверие аудитории ко мне, да, что мы сделали просто очень мощный запуск. И очень хорошо, очень, какое-то качество обучения на курсе в тот год было такое очень. Может, ко мне как-то, так типа Александр, не расстраивайтесь. Ну, я действительно тогда очень переживал эту историю. Даже не то, что деньги потеряла, а то, что человек предателем оказался таким подлецом. Окей, хорошо. Вот бывает просто, люди начинают там кто-нибудь, там начинать скандалы какие-нибудь устраивать. Да, типа, а для чего ты это делаешь? Спрашивает там сценарист. Ходит со всеми ругаться. А зачем ты это делаешь? Ну, это что пиарится. Я говорю, ну, так, ну, хорошо, все будут знать, что ты мудак. Ну, никто с тобой работать не захочет. Ты зачем это тебе? Значит, смотрите, есть по поводу экспертности. Что создает авторитет? Авторитет создает экспертность. То есть, то, что вы знаете, понимаете и имеете опыт в той или иной теме. И вот в этой экспертности есть внутренняя экспертность и внешняя экспертность. Да, то есть, внутренняя экспертность – это то, что вы реально знаете, умеете, да, и какой у вас есть опыт. А внешняя экспертность – это то, как вы со стороны выглядите, да, то есть, как рынок знает о том, что у вас это есть. То есть, вот если у вас есть книги какие-то на тему, на свою тему, да, это повышает вашу внешнюю экспертность. Если у вас есть лекции какие-то, которые вы читаете на свою тему, это тоже повышает вашу экспертность. Если у вас там, например, там, не знаю, сценарист, да, я учусь сценаристов. У меня есть фильмография довольно большая, да, я много лет работал сценаристом. Это повышает и мою внутреннюю экспертность, да, то есть, я понимаю, как все работает и могу рассказывать. Я рассказываю не о том, как я смотрел кино и что я в нем понял, да, я рассказываю о проектах, в которых я работал как сценарист, да, и что я в этом случае понял. да то есть уровень понимания немножко другой соответственно люди смотрят ага у чувака там большая фильмография кучу книг написал ага написал пьесы которые в европе ставят да и припа по россии до выиграл все премии какие только можно да вот это внешняя экспертность и люди очень часто путают да то есть они типа вот я внутри себя я буду совершенствоваться себя продвигать я не буду людей так должны типа понять какой я крутой вопрос если из вас кто-то кому стыдно себя продвигать рекламировать себя да ярослав пишет у меня чисто за счет авторитета купили картину за 5000 которую я нарисовал за минуту тогда я это почувствовал да я тоже пишу картины вот так выглядит и это конечно это не нейрографика сразу скажу это нервы успокоить я думаю что если я сейчас выставлю эту картину на продажу за 5000 у меня тоже ее купит кто-нибудь готов купить ее за 5000 напишите в чате авторитет был в другой теме а вот это очень интересная тема авторитет в другой теме на самом деле это можно тоже можно переносить авторитет из одной темы переносить в другую тему а почему например у кинозвезд у актеров спрашивают что они думают о политике с хрена ли с хрена ли этот самый с хрена ли какую-то актер должен что-то понимать в политике так не умею наверное купят нет она еще не закончена как каждый день там по часу немножко сижу крашу крашу очень хорошо успокаивает когда весь за день день психуешь докрашу докрашу до конца и и выкинул большому счету не незачем да сейчас уже с этим все в порядке да хорошо если стыдно себя рекламирует что с этим делать я советую пробовать такую штуку под названием техника пуп пуп это постоянное улучшение продукта да то есть делайте постоянные улучшения продукта да то есть все время находитесь в процессе постоянного улучшения да то есть сделали что-то сделали продукт порекламировали например словили ощущение стыдно хорошо переделайте что-то в продукте улучшите его до улучшили и похвалите себя скажите я молодец я улучшил свой продукт дальше и попробуйте порекламировать свой продукт теми же словами которыми похвалили прямо скажите я улучшил своем продукте то-то то-то и вы все время будете рассказывать об улучшениях своего продукта я добавил свой продукт еще вот это я улучшил его таким-то таким-то образом и здесь происходит две вещи параллельно да во первых все время улучшается продукт во вторых у вас постепенно уходит вот это ощущение недостойности до того что я не достойно это делать чтобы люди у меня покупали так стыдно себя продвигать обычными методами не хочу 100 вставать с тренерами наставниками к очень коучин интерпретерами давайте ярослав давайте без обесценивания коллег нашла тень а вот нашла тень продажника в прошлом году на вашем уроке про те с тех пор никаких проблем отлично да то есть вот это постоянное улучшение она снимает если у вас есть этот таракан да она этого таракана убирает просто напрочь хорошо теперь давайте сформулируем кто ваш покупатель задайте вот то что вы продаете кому вы это продаете кто ваш покупатель так 1305 час уже работаем все подумаю на большой довольно сегодня в блок получился 1 так дети их родители бизнес что такой бизнес кто бизнес это не ответ на на вопрос кто бизнес это кто предприниматели владельцы бизнеса менеджеры наемные с бизнесом компаний компания это никто ребят кто компания это не ответ на вопрос кто вот принимает решение кто о покупке владелец бизнеса или менеджер по закупкам кто ваша целевая аудитории вы взаимодействие решение о покупке кто принимает женская аудитория но уже ближе уже хоть как-то определите этого этого покупателя чем точнее вы знаете своего покупателя до тем тем проще проще вам с этим покупателем взаимодействовать так люди которые хотят инвестировать от 10 миллионов рублей да отлично прекрасно замечательно люди вот смотрите чем шире вы определяете аудиторию да то есть но предположительно у всех у нас аудитория люди да у меня тоже аудитория люди но я могу эту аудиторию сузить причем я могу судить я четко понимаю возраст человека который у меня покупает мастерскую я знаю что больше женщины покупают чем мужчины да я знаю где живут в основном люди которые покупают мастерскую да то есть я у меня очень четкое понимание моей целевой аудитории да то есть у меня аватар клиента там больше 60 параметров прям по классике хорошо определили вопрос чего хочет ваш покупатель мой покупатель хочет творческой самореализации мой покупатель хочет второй шанс да и мой покупатель хочет хочет финансовой и творческой свободы да то есть вот трех вещей он хочет я эти три вещи этому покупателю даю чего хочет ваш покупатель заработать деньги например до радостных эмоций например счастья в личной жизни спокойствие уверенность вот понимаете да вот четыре того что люди хотят заработать деньги радостных эмоций счастье в личной жизни и спокойствие уверенности в себе вы понимаете что это четыре совершенно разных рекламных кампаний да то есть их совершенно по-разному надо и формулировать и и другие каналы выбирать там и так далее так далее да то есть если вы понимаете кто ваш клиент да например у меня изначально я предполагал что моя аудитория это скорее мужчины живущие скорее в провинции да но потом постепенно когда я изучал аудиторию анализировал статистику людей которые учатся в мастерской я обнаружил что большая часть женщины живущие в европе как правило по большей части и в россии в крупных городах москва санкт-петербург новосибирск красноярск совершенно друг но начнем с того что я по-другому начал рекламную кампанию настраивать до рекламировать ну таргет по-другому настраивать ну и вести себя по-другому тоже стал до условно грамма там стал меньше ругаться или там почти перестал матом ругаться потому что женщинам это не очень нравится их это отталкивает так хорошо чего он хочет вопрос почему вот этот клиент придет за этим к вам вот то что хочет быть красивее через тату через нейропортреты улучшение качества решить проблему в отношениях с собой вот почему он за этим придет к вам но почему ко мне люди приходят учиться сценарному мастерству но очевидно потому что наша сценарная мастерская лучшее да то есть в понятно что может быть там такого же качества образования можно получить в оффлайне отучившись пять лет во в гике да можно получить такого же качества образования но вы потеряете потратите вернее на это там больше времени значительно будете большую часть времени заниматься каким-то посторонними вещами то да и заплатите денег в десять раз больше чем у нас да а в онлайне вообще просто там конкурентов даже не сравнивать не с кем так праздник для ребенка эстетическое впечатление цена-качество эксперт хорошо я специалист уникальный продукт опять же понимаете вот на это на этом надо смотреть да то есть вполне может быть что вы думаете что к вам приходят из-за этого а на самом деле к вам приходит из-за другого из-за чего-то другого совсем тоже интересно здесь посмотреть поанализировать с людьми поговорить собственно из-за чего вы к нам приходите и теперь вопрос что ваша аудитория должна сделать для вас к какому действию вы должны подвести аудиторию на это есть конкретный ответ что ваша аудитория должна для вас сделать предложить мне свои сбережения к диалогу своими отзывами привести ко мне других людей купить книгу заплатить заплатить купить да то есть вот это действие да она должно она может быть не самым главным да в моем бизнесе совершенно точно не самое главное действие да но если у вас этого нет то это не бизнес то есть то что вы делаете не бизнес так или иначе должен быть какой-то способ сделать так чтобы вам ваш клиент заплатил окей идем дальше теперь я вам задам 12 вопросов сейчас мы пойдем достаточно быстро до для того чтобы вы определились с этими вашими отношениями до себя и вашей аудитории и лучше понимали то как вы как вы себя позиционируйте в этих отношениях я думаю что уже сейчас появилась какой-то какая-то ясность да и после этого я надеюсь будет уже такая полная ясность вопрос есть ли кто-то через кого вы на кого вы похожи через кого вы могли бы себя определить да например условно говоря там я русский тони роббинс да если вы там коуч скажем я русский аарон соркин да но сейчас там мне уже сейчас сложно себя определять да под поскольку там аналог аналогов по сути нет да то есть я не русский мистер роберт маки да но на начальном этапе да я допустим мог себя определять там как с будущим сценаристом как я русский соркин или когда я писал книги там мотивационные да я говорю я русский тони роббинс например вот через кого вы можете определить себя в какой-то момент естественно вы дойдете до такого уровня когда через вас будут определять да но пока нет это может меняться до сегодня я русский тони роббинс автора я русский там еще кто-то я богоматерь я русский энди ворхол вот алёша вы прям четко очень понимаете задачу да вот сразу же это самое сразу же понятно так я русский джордан пил так ok вот если возникают затруднения да это значит что скорее всего вы себя не не определили да то есть вы плаваете вы зыбкий ну либо вы уже достигли там такого уровня когда уже через вас определяют почему почему я через западных этих самых ставлю определение допыть почему потому что но у нас маркетинга вообще как такового не было до 70 лет а там за это время он развился очень сильно да и там очень много знаковых фигур которые прямо именно целенаправленно создавались как такие знаковые фигуры вот и они глобальны как правило то есть их знает во всем мире до опру инфри во всем мире знают да и сказать допустим я русская опра уинфри ну сразу понятно чем ты занимаешься да все ясно ну ты ведешь там шоу на телевидении так голова взорвалась невероятно трудно ну да ребят так и есть то мы занимаемся с вами очень непростыми вещами вообще-то портреты в нейросетях новая ниша не могу определить в татуя выше среднего но не самый топ здесь надо смотреть да то есть вы можете например себя определить как там я современный леонардо да винчи скажем да или я современный рафаэль далее я рафаэль нейросетей а то есть вы совмещаете две парадигмы да то есть добавляете там современное что-то до условно говоря рэпер современный мог бы определить себя как да добавить совместив себя с каким-нибудь рок-звездой да я джим моррисон рэпа да и люди которые там понимают рок-музыку да они сразу же понимают а понятно все ты вот это делаешь шоке хорошо я русский мир куст улица до гаечка из мультика русская джулия кэмерон так русский элон маск например например мэри поппинс до перфекционистка няня перфекционистка хорошо теперь дальше сформулируйте чем вы отличаетесь от других людей которые занимаются тем же самым что и вы да например я единственный сценарный мастер который сочетает и сценарную практику и педагогическую практику да то есть у меня есть педагогическое высшее образование и филфак университета да и сценарный в гиг и соответственно все это время я занимался и педагогической практикой и сценарный у нас обычно сценарные гуру это либо педагоги либо сценаристы которые рассказывают байки о своей сценарной жизни я занимаюсь именно системной педагогической практикой и внедряю инструменты которые я получил занимаясь сценарной практикой да то есть на перекрестье опять же двух двух миров вот что у вас чем вы отличаетесь от других я могу вести игру нельзя на трех языках офигенно офигенно вот прям знаете вот вот просто вот это уже можно уже можно продавать да причем вполне может быть что людям эти три языка не понадобятся да как знаете это классическая реклама мы прожариваем мы зерна прожариваем да все прожаривают зерна на самом деле кофейные но только мы про это рассказываем так талиб женского рода куки единственный сценарист то использует в элемент сюжетах элементы элементы до христианской русской культуры окей умею заключать выгодные сделки у которых никто не выйдет даже предпосылку очень хорошо не знаю кто если нет ответа на вопрос помечайте на ответ и помечайте этот вопрос и думайте так хорошо идем дальше вот сформулировали это отличие теперь дальше что главное в вашей истории вот в том что вы рассказываете о себе о вашем жизненном пути что главное в моем жизненном пути главное то что я родился в поселке сам же да и дошел в итоге до премьер в мировых столицах стал известным столичным драматургом да то есть путь самого низа до самого верха исключительно за счет за счет своего писательского таланта и сценарного вот что главное в вашей жизненной истории так сочетание театрального филологического образования это может быть например соприкосновения с каким-нибудь мега крутым мастером до условно говоря я ученик-то встаного да я не ученик-то встаного да ну например да там это может стать каким-нибудь таким тем самым словом говоря я ученик бородянского да вот это тоже какая-то важная часть моей истории так русская женщина которая всю жизнь живет национальной республике обостренная нехватка контакта со своей культурой хз думайте могу переворачивать игру несколько раз вышел из долгов вышел сильный доход вы смотрите у темченко у макса есть замечательная история про то как он влетел я не помню точно сумму до ноте он работал по схеме киосаки и влетел в долг помните по на 20 миллионов рублей что ли да вот это основа его истории да то есть он всем рассказывает всегда про то как он справился с долгом в 20 миллионов рублей да то есть вот возьмите какую-то историю такую и используйте ее в качестве такой фундаментальной это очень очень хорошо работает бизнес молодость время везде рассказывали про то как они влетели в кассовый разрыв 60 миллионов рублей а я с кстати говорят тоже одно время рассказывал про то как он сколько-то у него помню 36 миллионов долга что ли было выплатил вот тоже ту эту в теме денег это очень хорошо работает история про то как был какой-то долг крупный и его то выплатили но здесь не имеется ввиду там условно говоря ипотеку я два раза ипотеку выплачивал на сопоставимые суммы всем пофиг а вот влетел в долг да это сразу становится интересной истории так у сейчас скажу кого у довлатова психолога у константина довлатова мы с ним дружили царствие небесное светлое место был у меня на на интервью и он рассказывал историю о том как он однажды делал какую-то технику и чуть не умер и выпрыгнул из этой техники за счет какой-то другой более сильной техники и после этого обнаружил что он умеет делать загрузки что это такое сейчас объяснять не буду если интересно там погуглите почитайте тоже везде рассказывал эту историю так в спорте которым занимаются с четырех лет начал 22 до прикольно говорит что остановилась трансляции дайте сейчас проверю идет трансляции или нет нет идет трансляция из науки ушла в татуиры да прикольно не надоедает все время одна и та же история о том что из грязи в князи если ее рассказывать все время одними и теми же словами конечно надоедает особенно если в тех аудиториях где все время слушают эти истории я например бизнес-книги ну перестал читать потому что но у меня уже устал устал уже от этого старителлинга до одно и то же одно и то же вот но в целом это работает да если опять же найдете способ новыми словами интересно рассказать эту историю это же история желт золушки так хорошо теперь дальше что теперь да мы с вами с формы сформируем вас как героя до что является вашей супер силой вот мы говорили о том что вас отличает от других да какая у вас оригинальная история да ну вот если бы вы были супергероем что является вашим супер вашей супер силой моя супер сила это очевидно талант педагога на то есть я его не то что не то что как бы в отрицании его находился до всегда но тем не менее там через много лет у меня был такой конфликт все-таки кто я писатель или педагог и в конце концов я все-таки понял что нет я педагог и каких бы вершин я не достиг как писатель все равно самое главное это моя именно педагогическая работа самое главное это мастерская так эмпатия спокойствие ну например если вы ваш вы видео занимаетесь тем что вы ведете переговоры с людьми постоянно спокойствие может быть супер силы так умение убеждать да если вы спикер менее видеть их потенциал хочу чтобы было быть хитрость самом деле умение вести людей за собой вы смотрите самое важное чтобы ваша супер способность соответствовала вашему виду деятельности да то есть если например вы ярослав да вы занимаетесь тем что там помогаете людям инвестировать да и ваша супер способность хитрость ну его нафиг я не не буду с вами дело иметь а вдруг вы свою хитрость примените против меня мне зачем мне нужен если инвестор да мне нужен надежный человек надежный и такой которому я мог бы довериться который мне удар в спину не нанесет нам сокровище дальше следующее если у вас какая-то тайна которую вы не скрываете а всем показываете что это значит тайна это не есть что-то о чем люди не знают тайна это что-то про что вы говорите людям ребят вот это закрытая территория вы туда не заходите для меня тайна эта семья да я опять же там всегда всем говорю там интервью если даю да вот здесь закрытая территория понятно что что-то просачивается да видит там фотки моей женой там и так далее да но информация строго строго дозированная семья да там может быть какое-то конкретное событие до условно говоря там я не не могу ребят рассказывать о том чем я занимался с 1992 по 1998 год не могу извините военная тайна а вот и вполне может быть что там ничего особого то и не было да но как бы сразу становится интересно что там было такое но большинство из вас семья да здесь все понятно хорошо дальше что является вашим недостатком которые вы которые вы можете показывать людям да например мой недостаток я поскольку не там большую часть своей жизни я сидел на кухне и писал сценарии да я очевидно не являюсь выдающимся спикером и это в общем то ну не это в общем вполне заметно особенно заметно людям которые заходят со стороны в это уже привыкли за полгода года денег но со стороны кто-нибудь залеза залетает и такой что он почему он что он все время это это все время заикается что это такое какой-то мутный полный рот этого самого дикции там что такое точно также интервью мои да то есть кто-то опять же кто мне знает очень любит смотреть мои интервью те кто впервые залетают таки что это за вопросы как бесит этот чувак мы так любим таню мужицкую но уберите этого бородатого мужика он так нас бесит вот поэтому да вот есть такой я не то что это не скрываю я это везде пиарю что да ребята я и куда я заикаюсь я мыслю вслуху я могу там зависнуть на какой-то мысли потому что но очевидно что я не оправы инфри не не тони роббинс смиритесь с этим и это повышает повышает воспринимаемую ценность да как ни странно да то есть если бы я был такой вот спикер ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля да это скорее вызывало бы какое-то недоверие а так я я думаю вслух да то есть у меня есть какой-то конспект и я могу в процессе у меня очень часто другие какие-то мысли совершенно рождаются да и в процессе обсуждения с вами да то есть когда вы когда вы задаете вопросы особенно интересные хорошо идем дальше недостаток дальше что является вашей целью чего вы хотите вообще вот по жизни чего вы хотите добиться у меня в свое время я периодически меняю цель жизни да потому что понятно что ты ее ставишь а потом вдруг раз и достигаешь ее в свое время у меня задача была как-то формулировал повысить престиж профессии сценариста до в россии до общемирового мне кажется что я этой цели достиг за счет там создание сценарного цеха за счет там в свое время были очень жесткие меры да например там я составлял черный список продюсеров который очень одно время его называли списком молчанова на вот и мы реально просто выкидывали продюсеров которые плохо или себя по отношению к сценаристам мы их объединившись убирали с рынка то есть люди теряли работу вот и такое было не раз и не два и не три делаю сценарную конференцию да то есть единственная отраслевая отраслевое мероприятие сценарные да это наша сценарная конференция которую мы проводим соответственно престиж профессии сценариста за эти годы он действительно очень вырос справочник сценаристов я делал в свое время очень много разных проектов было потом следующий следующая цель который я думал что она будет прям очень масштабно это создание универсальной системы повышения продуктивности творческого человека и я ее создал да то есть это она включает себя мои книги книгу пишется книгу сценарист номер один книгу писатели деньги волшебный пендель ленивая скотина вот эти пять книг и тренинг самодисциплина для писателей сценаристы что-то я отдельно даю в мастерской естественно да и вот все вместе это в сумме создается составляет эту систему да и она в общем оказалось даже не не сказать чтобы прямо очень что-то такое сложное и магическое да то есть оказалось что она легко описывается нет неким набором набором техник а вот которые реально очень высоко очень сильно повышают продуктивность творческую эту задачу я счел закончен да то есть сейчас дальше моя задача создание сценарный мастерской вот в том виде в каком я ее представляю себе да то есть создание лучшей в мире сценарный мастерской самый-самый масштабный самый естественно самый продуктивный хорошо так вижу вижу да ваши цели так дальше что является для вас препятствием которые вам надо преодолеть есть ли какое-то препятствие для достижения вашей цели сформулируйте это препятствие что вам сейчас надо преодолеть для того чтобы достичь вашей цели вот смотрите когда вы ставите такую цель домик на море накопление на пенсию но мне пофиг будет у вас домик на море и будут ли у вас накопление на пенсию да то есть для вас эта цель до магии мне по большому счету ни тепло ни холодно того что в этой цели достигнете да то есть цель должна быть такая да то есть и она действительно должна быть такая да то есть понятно что когда я ставил свою цель создание универсальной системы повышения продуктивности да понятно что все те люди которые были потенциальные потребители этой системы они естественно были заинтересованы в том чтобы я ее создал так узость мышления неуверенность в себе улучшить физическую форму найти аудиторию для проекта так потолок получаемой прибыли вы же понимаете что я все эти вопросы вам задаю не не просто так что по большому счету вот каждый ответ на каждый из этих вопросов вы можете развернуть в большой пост для своих соцсетей да то есть вот все это повод для большого интересного старителлинга который будет привлекать к вам ваше внимание так недоверие к себе слабый поток клиентов хорошо моя мое главное препятствие это неготовность и нежелание людей меняться это инертность я тоже ищу инструменты для того чтобы эту инертность преодолевать с разной степени успеха и да еще эффективные инструменты для раскачки через старителлинг через эмоции на для того чтобы люди начинали как-то двигаться потому что да они начинают двигаться и соответственно они начинают вовлекаться и в мои проекты так хорошо есть ли у вас какая-то угроза что может помешать вам достигнуть вашей цели но в моем случае там есть совершенно конкретная угроза это здоровье да то есть но я не молодой человек мне уже 50 лет вот и соответственно я и с ним там с не очень хорошим анамнезом и соответственно моя задача до содержать свое тело до в такой форме чтобы там прожить долго и успеть доделать то что я хочу не то что я хочу сделать да вот тоже здоровье да это большинство здоровья возраст до соответственно опять же да это повод для того чтобы сформулировать это для себя или для того что и или для своей аудитории да и ну и соответственно повод для того чтобы что-то делать до сформулировать какие-то действия для того чтобы защитить свое здоровье и для того чтобы преодолеть свои препятствия есть ли сейчас какая-то загадка которую вам надо разгадать какая-то тайна что-то что вы не знаете и что вот если вы вот это узнаете это очень сильно вам вас продвинет вот для меня такая загадка сейчас это как раскрутить подкаст то есть я сейчас изучаю там самые самые разные способы как это сделать специализированные какие-то издания читаю там не общаюсь да вот там подкаст наш который мы с комсомолкой запустили вот сейчас это у меня в фокусе внимания так загадка есть ли у вас какая-то загадка которую вам сейчас надо разгадать ребят пока во время эфира не надо не надо делать домашки пожалуйста как собрать нужное количество клиентов как правильно вовлекать как легко восстанавливать энергию как стабильно быть таким же драйвом найти русскую отрасль область профессии окей хорошо так как научиться вкладывать деньги в себя в свой комфорт зайдет ли играли цианая на рынок индей но это очень просто проверить надо предложить и соответственно да опять же вы можете задать эту загадку написать пост о том что вот мне стало интересно получится это у меня или нет как повысить цены на услуги как определить время на обучение продолжать работать как войти в обойму снимающихся актеров так как доносить ценности быть стабильным в действиях окей так хорошо я прекрасный тренер в живую как перенести это в онлайн хорошо я у меня есть на некоторые ваши вопросы есть ответы я не буду это делать да это для вас задача то найти ответ то есть важно сформулировать вопрос хорошо а теперь расскажите какую-нибудь новость что у вас происходит вот я начал эфир с того что я вам рассказал новость про себя вот мы запустили подкаст с комсомолкой вот даже две новости мы запустили еще в но здесь лучше новость не не права продажи да вот расскажите какую-нибудь новость одну про вас учу вас происходит нового интересного коротко не там не подробно описывая вчера была впервые на регрессе читал свой рассказ проекте первая читка вчера прилетел партнером сочи прикольно думаю переехать со мной сделали интервью первое большое на всю страну подалась на конкурс дебют приступили к постановке новой пьесы работа над новой театральной постановкой первый раз жизни была на балу я в двух обучениях по продвижению всех кучу новых клиентов пришла посылка из ростова провела первый месяц мак клуба отлично вот видите сразу же да вроде все сидят все такие озабоченные данные проблемы там и так далее вдруг а куча новостей столько всего первый раз сходила на йогу купила билет на концерт сургановой почти дописала книгу азбука тату супер очень интересно вырвались к сестре выходные провели в доме отдохнули семьей даст у всех оказывается столько то самое да я в москву на фестиваль на днях играла в империю магов заболела пропустила концерт посвященных в ростов ну ты это тоже событие все мою дочку показывают по телеку в сериале так первый раз была свидетелем дала показания полиции так купила два билета на театр нитья попала случайно на индийскую свадьбу вот видите сколько событий всяких у людей окей хорошо вот смотрите из всего этого собирается вот из всего что мы с вами сегодня обсудили до собирается некая история да то есть мы на вас посмотрели с разных сторон через клиентов через ваши действия через ваши достоинства через ваши недостатки поцелов 5000 купюру минуты назад да отлично супер прекрасная техника вопрос стали ли вы для себя более понятны и интересны или может быть стали для себя более загадочным каким-то да то есть вот изменилось ли за это время до что-то какое-то ваше понимание себя так не буду вас подгонять да вот изменилось ли что-то в вашем понимании себя так сформулирую так стал более понятным да есть очень хорошо теперь я смотрите сделаю так я вам сейчас сформулирую вопрос да то есть я вначале у вас спросил про вас да я попрошу вас ответить на тот же самый вопрос но добавив в этот в этот ответ клиента да то есть скажите кто вы такой но скажите таким образом чтобы люди которые вас слышат поняли чем вы можете быть им полезны да то есть не просто себя определить да а чтобы люди которые вас видят которые вас читают поняли чем вы можете конкретно быть им полезным да то есть я сценарист и я обучаю людей сценарному мастерству да то есть сразу же становится понятно чем я могу быть полезен да то есть всем кто изучает рассказывание истории да значит все должны у меня учиться до сформулируйте пожалуйста так умею переворачивать даже кризисные ситуации и заключать выгодные сделки помогу на переговор не очень понятно не очень понятно чем вы можете быть полезным сейчас пока вы пишете слушаю спам какой-то так а почему нет звук звук почему-то у меня включен на телефоне так психолог который помогает начать жизнь заново и лучше чем было бухгалтер держу в порядке финансы чужого бизнеса могу помочь вести бизнес выполнять поручение не очень понятно не очень понятно да то есть что именно вы помогаете финансы или вы условно говоря самолет бронируете да то есть ну не понял чем сценарист для русских этнических хорроров все понятно да мерзнут ноги свяжу носки супер абсолютно да абсолютно понятная ниша так я психолог могу вывести из апатии до состояния удовлетворения жизни все понятно отлично специалист по недвижимости помогаю людям проводить выгодные сделки классно так психолог помогаю наладить отношения с собой с окружающими миром так помогаю найти себя и повысить уровень необходимой для этой энергии сейчас я дополню задание которое для вас сформулировал я вас хочу попросить написать пост и добавил чтобы эту ссылку на этот пост здесь разместили короче что я попрошу вам вас сделать вам задание на неделю вот по памяту и обо всем том о чем мы с вами сегодня поговорили у нас большой подробный разговор получился мы копнули мне кажется достаточно глубоко и вот вам задание на неделю напишите пост в своей соцсети можно его поставить закреп если у вас нет закрепа о том кто вы такой кто вы такая так чтобы люди которые прочитают этот пост поняли чем вы можете быть им полезны и ссылку на этот пост разместите здесь в комментариях если у вас есть уже такой пост у меня просьба напишите его еще раз не сверяя с вашим предыдущим постом наверняка у вас получится что-то совершенно другое объем любой как как у вас получится но мне кажется что это должно быть там не больше двух-трех тысяч знаков да то есть не надо всю свою биографию описывать да как в детстве на скрипке играли но вот кстати да ольга пишет уже стоит такой пост закрепи я исхожу из того что у некоторым ну некоторые из вас уже продают свои услуги да вот просьба вот с учетом всего того того что мы с вами сегодня обсудили сделайте это еще раз прям вот туда не заглядывать еще раз заново напишите этот пост вы увидите потом можете сравнить вы увидите что вы напишите что-то совершенно другое насколько понятно задание или если есть какие-то вопросы то готов на них отвечать так я слышу у меня уже домашние мои вернулись сейчас начнут выгонять из студии хорошо ну и еще пока вы пишете да еще раз я вам напоминаю в.п. вход у вас перед глазами всех хочу там увидеть пост писать по этой схеме вопросов смотрите я не думаю что прямо обязательно ответы на все вопросы должны быть смотрите как бы по по самоощущению опять же да то есть я не не очень люблю как бы под схему подгонять кто-то может быть захочет пропустить какой-то вопрос или наоборот подробнее на одном остановиться или вообще наоборот один вопрос ответ на один вопрос сделать основой всего этого поста поэтому смотрите давайте так гибко ок друзья тогда на этом мы сегодня заканчиваем и увидимся на следующей неделе на следующем уроке нашей хотел сказать самодисциплины для писателей сценаристов нашего года денег спасибо вам за ваши вопросы спасибо вам за ваши ответы и пока пока